салют всем просвещенным с вами ян и я сегодня в гостях у паши ларина моего старого друга а то в конце концов и и замечательного фермера который производит камбучу и еще кое-что о чем он дальше сам нам расскажет салют паша здравствуйте да очень рад вас видеть дома дома у тебя здесь на горе извините пожалуйста за такой ракурс к к сожалению вот так вот не получается развернуться чтобы вы могли смотреть и на море как это делаем прямо сейчас мы вот ну поэтому смотрите на лес и хозяйство паша ты сейчас насколько я понимаю параллельно делаешь с чай вот и насколько я помню а я помню потому что в сочи мы приехали с тобой вдвоем на двух машинах и вот и начали заниматься сразу одним очень важным для нас в жизни делом чаем вот с чая наверное все и началось у тебя я прав да мы так и познакомились с вовой помнишь и мы вышли на улицу и вова быков он разговаривали отчая мы заговорили оба эндемиках эндемик это мы пошли на гору потом сразу же через неделю за диаскореей а я помню мы копали диаскорею по колено все краснокнижный но он то и тогда был уже краснокнижный мы брали совсем чуть-чуть конечно страшно об этом говорить в кадре но это было много лет назад много лет назад когда еще до до того как это было запрещено сейчас мы этим всем конечно не занимаемся уже давным-давно вот я продолжил свой путь по одному пути а ты начал развиваться как раз в области ботаники и мамикологии да это я же правильно называют и пожалуй так мне нравится все что бродит двигается биомеханика до живи не нравится и лезть в механику в мотор в машину то есть честно я понимаю как она работает на это не лету для него если я сайлист наблюдать вот на как за процессами как они меня удивляют почему бывает настолько пограничные состояния в этих настолько разные события бактерии и грибов они правят миром ну если вообще рассуждать конечно они самые многочисленные жители этого мира и вот благодаря той замечательной встрече с володей владимиром вовой он познакомил нас еще одним уникальным представителем этого мира японским чайным грибом который тебя вдохновил да он меня познакомил им в лесу дал со своей бутылки попить что там такое что не каждый бы нам даже попробовал это личная бутылка пивная открывается с какими-то ошметками но и медузой чем-то еще я помню потому что первые эти были с листьями хмели с шишками хмели да он туда его до сих пор добавляет но не стать отличный рецепт рецепт тоже много путешествий бесконечности конечно можно экспериментировать с сезонными фруктами в общем он меня дал угостил его дал попробовать и спросил офигеть это что такое могу я это делать как-то и да конечно я могу это продавать да конечно если я продам хоть один говорю это с меня пиво бесплатно все-таки продал да когда вижу традиция ну вот сейчас мы с тобой пробуем уникальный рецепт твой вот экспериментальной чисто ограниченная партия и которая как оказывается невозможно к назовем это такая как спорту на материк почему на логистика это самый сложный тяжелый вопрос начинает стекла заканчивать жидкости в нем потому что она ну не стабильно то есть напиток живой мы его не травим не пастеризуем то есть работаем живым поэтому да она взрывается иногда на мелкие осколки прям до шампа кто не рискует тут не пьет шампанское об этой поговорке может быть это стоит развивать в бутылке из-под шампанского как делать сидором например я думаю об этом сейчас есть экспериментальные пара партии даже на пластике то есть ну мы это стабилизируем пытаемся удешевить но при этом оставить качество но а скажи а почему ты например не пастеризуешь ну это однозначно уничтожение многих бактерий то есть я даже не проводил в эту сторону эксперименты то есть это другое другой напиток сделаю вот так вот чтобы я буду это делать то есть никогда не вы планируешь все-таки пастеризацию делать это будет что-то совсем другое то есть хочется с этим продолжить у меня уже есть что-то стабильное то есть сейчас будут вкусы и мы продолжим я не могу это продавать дешево давать большие сроки но у меня просит именно вот это то есть я хочу пить я делаю для себя я каждую бутылку могу открыть и радоваться то есть это пока стабильная без вкусов на нашем белом чай ручной сбора который тоже является эндемиком сочи это самый северный китайцы правильное применение выращены в россии да то что это самый северный промышленного сбора чай это факт и ну практически вся наша семья так или иначе поучаствовала в создании чая сборе его выращивание вот ты и мастер сан активно увлечены этим но ты еще и дальше пошел и то есть для этого напитка для камбучи вау класс живой продукт кстати на этикетке написано открывать строго холодным живой самогазирующийся напиток что означает о том что он может даже как будучи охлажденным конечно дело так вот но опять же это все делается исключительно ради того чтобы продукт оставался живым можно было бы как вы слышали да пойти на пастеризацию но паша вот принял здесь принципиальная позиция так вот про чай то есть ты создаешь сам то есть ты собираешь чай готовишь его специально для того чтобы делать камбучи именно на этом сырье ну собираю сам это громко сказано конечно я бы не успел тогда и варить ее и варю то я не совсем ее сам тут что-то слишком много не совсем сам ну ладно с чем я понимаю есть чайной сборщики это было было трехлитровая банка конечно это было все самое сейчас ты конечно выглядит иначе но все же да процесс именно такой я думаю вот о чем говоришь если ты говоришь то есть изначально этим занимался ты один а сейчас это уже потихонечку начинает превращаться в компанию ты как голова глава этого процесса делегируешь и прочее но это по-прежнему остается фермерским продуктом то есть по-прежнему это не самые высокие обороты сколько ты производишь в месяц примерно тысячу бутылок на сегодняшний день что является очень скромным даже для кого больше но пока так а я пожалуй сделаю глоточек этого напитка и так вот это экспериментальная комбуча а джим она экспериментальная игристое ну кроме того что она игристое потому что она очень не хочет находиться в бутылке вы видите она до сих пор отсюда выходит что за вкус она рвет она имеет крепость более чем должно быть и нельзя детям но вечером очень даже можно нужно всем кстати а об этом дело в том что твой комбучу я пью уже давным-давно ты отправляешь даже специально для нас ящиками и в москву то есть мы просим тебя ты это делаешь спасибо тебе очень большое за это это один из самых любимых у нас семьи напитков и кроме того что это вкусный напиток кроме того что это интересная особенность это все таки напиток естественного брожения и все равно там есть какой-то сама газирующий самогазирующий все равно есть какой-то градус который кстати вечером иногда позволяет выпустить шасси после тяжелого дня вот это еще и ну реально как будто бы полезный напиток по крайней мере я скажу за себя такая суетная суматошная жизнь что не всегда есть возможность питаться правильно или так как я хочу и раз бывает и булок натрескалась еще чего-нибудь и в животе камень попью комбучу и все выравнивается для меня это один из самых позитивных просто моментов в этом это пробиотик правильно же я говорит ну про и придете конечно вы и прибивать да они сами себя кормят на скоро дополняют помогают ферментации ферментированный помог продукт помогает нам с нашими продуктами и внутренними ферментами да и много аминокислот много витаминов честно бесконечно можно об этом говорить но в целом история связанная с камбуча она известна конечно давно многим как нашим мамам папам бабушкам дедушкам то есть у многих в советский период это было дома в 3 литровой банке и о пользе этого продукта знают многие но не все до сих пор кстати знакомы с этим напитком кстати периоды когда у меня заканчивается камбуча и твой ящик еще до сих пор не пришел потому что ну бывает все таки вопросы какие-то транспортными или приготовлением напитка то есть подготовка потому что вот например последний раз ты мне прислал экспериментально тоже за ограниченного количества с продуктами пчеловодства камбуча нужно было дождаться пока на быть готова я заскакиваю в магазин и все больше вижу на прилавках в крупных ритейлах присутствует камбуча кстати начал сюда сначала я пробовал было какая-то кислость совсем мне непонятно а сегодня ту который производит она по-настоящему вкусная и интересная но в качестве на я конечно ощущаю разницу то есть это плотность полнотелость напитка его вкус и вот этот вот сам фактор того что это на основе белого чая белый чай и чай художников и поэтов вот это все конечно работает качественно в твою сторону и но вот а цена вопроса которая стала но он все-таки дороже чем камбуча в тех же ритейлах вот это связано только с крафтом или все-таки еще какие-то у тебя есть особенности с этим связаны прежде всего это связано с слоем конечно же хранения и транспортировки то есть сроки хранения очень сильно влияют на стоимость продукта у нас здесь 120 дней до на сегодняшний день от на максимально что можно выдержать в температуре до 18 градусов но я пробовал конечно и постарше и и но она ставилась чуть более заболевать и вот наверное так ну и было выше газа цена во вкусе и прочее конечно от этого хуже не становилось поэтому если у вас вдруг в холодильнике залежал их камбуча вы ценили и ждали то вообще не бойтесь этого продукта по моему мнению то что то я щас наговорю даже у брата стояла бутылка в шкафу год да не совру про даже не в холодильнике нет это было тюменская область до завода у кост у брата марина и он ее выпил и был очень рад сладенькая кисненькая то есть приятно то есть температура была разная думаю 20 градусов там было то есть напиток он не может испортиться если бутылка не взрывается он превратится в уксус уксус тоже полезно его много не выпьешь как бы но ну наверное конечно от этого все равно какое-то разочарование будет от уксуса ну да яблочный уксус винный стоит дорога много да вот еще такой момент ты выпускаешь как бы для всех классическую камбуча она как раз сладенькая кисленькая а вот мне отправляешь брюд потому что я прям его очень сильно полюбил это особенность технологического производства или все-таки это вопрос выдержки это опять то что нельзя делать отправлять по сути алкоголь не ну брюд я не про алкоголь говорю я говорю про то что он сухой то есть там очень мало сладостей и он такой-то кисленький как раз такой сухой смотри эти отправляю конечно же те партии с которыми я экспериментирую дома то есть те партии которых в меньшем количестве которые пью сам и чаще всего они у меня взрываются конечно хочется из этого сделать что-то стабильное хочется сделать что-то алкоголь на в конце концов потому что люди ну вы как обратная связь вам нравится что получалось это веселит на на и по сути ну это можно давать людям хочется нужно то есть по большому счету легкие алкогольные напитки на чайной основе ну это даже себе легче чем пиво то есть легко какой-нибудь пью то есть это ну крепче конечно кефир получается сколько два может быть три обороты ну по ощущениям конечно ты замерял а наверное я тогда свяжу тебя это сложно потому что у тебя же есть своими приборами я все что делал конечно же я замерял но я не верю им точности то есть их в начале сусла в конце сусла то есть это все равно имеется погрешности то есть у нас напиток он не в чистом виде спирт это жидкость плотностью она имеет примеси и померить мы ее по сути дома не можем для этого нужна лаборатория то есть я ищу лаборатории кто может мне это сделать хорошо то есть были обзвонены уже даже несколько и ну к сожалению я еще не определился ну я так понимаю что все равно процесс большое количество до своих экспериментальных партий для того чтобы определиться ладно давай тогда все-таки вернемся к классической камбучи и будем говорить именно о той которую люди могут получить к слову у тебя на этикетке написан твой номер телефон личный вот кроме того что у тебя там на qr-код с переходом на сайт и прочими какими-то данными там твой влог вот то есть ты хочешь сказать что просто позвоните мне и во всем договоримся ну пока еще я готова на ответить на это телефонный звонок и смс-ку можно сюда на телефонный звонок на на смс-ку отвечу то есть да я готов сотрудничать я развиваюсь в сочи варим мы здесь чайный гриб тоже на сайте можно найти телеграм-канал то есть мой телеграм личный блог готовы сотрудничать с кем-нибудь объявить коллаборацию то есть играть и маркетинг на оставим воспоминания в общем готовы ездить развиваться продавать краснодар москва север очень интересно может быть сварить у вас будет это намного выгодней то есть ты просто готов к сотрудничеству такому чтобы до создания я ищу контрактные варки на сегодняшний день нас где можно сварить десятки тысяч бутылок потому что потому что люди требуют я не боюсь то что это это не пропадет то есть надо чуть-чуть решить вопросы логистики и наконец-то это доделать ты знаешь я очень рад за тебя ты человек ну как вы сами видите достаточно скромные погруженные в процесс экспериментирующий и следующий ты нашел какие-то стабильные решения все время не останавливаешься на достигнутом ищешь новые решения радуешь нас всех объединяешь вокруг этого продукта уже начинает образовываться прямо тусовка кстати обратить внимание на этикетку красное солнце в ней чайный лист с одной стороны написано камбуча с другой написано камбуча или чайный гриб по-японски и жирными буквами имя ларин это напоминает повязку на эти белая такая повязка камикадзе с красным кругом в центре очень сильно по-хулиганским и это вдохновляет собственно это вдохновило даже на то чтобы мы с тобой сегодня поговорили об этом мы оказались случайно в сочи проездом и вот слава богу у нас сказали с собой телефон и микрофоны чтобы мы могли записать этот подкаст может быть ты хочешь пожелать что-нибудь своим зрителям своим друзьям тем кто на тебя смотрит или тем кто случайно только зашел самый сложный сегодня вопрос оказался пожелаю всем заниматься тем чем они хотят на самом деле тогда тогда все как захотят в сочи переехать потому что все хотят в сочи лежите куда хотите на делайте все хотите это самое главное пожелание когда он никогда не придется трудиться ну тогда в завершении я скажу что саша саша паша говорит из своего личного опыта и о по-настоящему захотел и сменил свою жизнь уехал с крайнего севера перебрался в сочи нашел какую-то свою отдушину сначала небольшой хобби интерес который вам потихонечку привязка превращает в ремесло мастерство и вдохновение желаю вам найти такие же уникальные для себя интересности хобби или занятия и жить процветать по-разному у всех бывает вот так спасибо что были с нами пока пока пока